Друзья, всем привет! Вы смотрите канал InvestFuture, с вами Кира Юхтенко и мы обсуждаем главные новости вторника. Беглым взглядом окинем текущую новостную картину. Ну что ж, друзья, сегодня в США в фокусе были данные по инфляции, индекс CPI, и данные оказались несколько лучше ожиданий. Но мы видим, что, конечно, энергетика и вот этот бешеный рост, который мы видим, не может не влиять так или иначе на цены. Ну и, конечно, некое улучшение ситуации с динамикой цен намекают рынкам на то, что ФРС может перенести сроки сокращения стимулов. Пока есть мнение, что все-таки ФИТ это объявление будет делать не 22 сентября на следующей неделе, а в октябре. Но пока вот даже сегодняшние данные рынки не убедили в том, что на более поздние сроки этот важный для рынков анонс будет отложен. Но, тем не менее, перейти к активным покупкам после данных по инфляции рынки все-таки как-то не решились. Видимо, поджидают Федрезерв. Ну, идем дальше. Тут подъехал свежий прогноз от JP Morgan для инвесторов с рекомендациями. Давайте посмотрим, что пишут в банке. Банк рекомендует сокращать инвестиции в технологические компании и увеличивать вложения в акции циклических компаний, говоря о том, что экономическое влияние Дельта-штамма на мировую экономику будет недолгим. Там считают, что, скорее всего, волна заражений Дельта-штаммом в США по всему миру пошла на спад. «По мере того, как Дельта будет уходить, а инфляция сохраняется из-за недостаточного предложения на фоне неровного возобновления работы экономики и адаптивной денежно-кредитной политики, мы ожидаем, что рефляционная торговля продемонстрирует опережающие результаты», – пишут в банке JP Morgan. Ну и там считают, что доходность облигаций и циклические акции, вероятно, достигли ДНА в начале прошлого месяца. И также аналитики советуют наращивать вложения в акции Японии и развивающихся рынков, которые в последнее время отставали от рынка американского. Ну и вот прям японская история в банке JP Morgan кажется очень интересной для инвестирования. Друзья, мы сейчас продолжим с новостями, но сначала небольшая информация от спонсора нашего сегодняшнего выпуска. Это компания Содружества, которая позволяет нам с вами инвестировать в дебиторскую задолженность. Нам часто кажется, что дебиторка – это вроде как активы, но на самом деле это ситуация, когда мы видим просроченную дебиторскую задолженность, может очень больно бить по бизнесу самой компании, когда возникают кассовые разрывы. Вроде как деньги-то у тебя и есть, но на руках у тебя их нет, ты не можешь ими распоряжаться. И вот компания Содружества помогает компаниям решать эти проблемы, ну а инвесторам зарабатывать, решая эти проблемы бизнеса. У нас на эту тему уже было большое подробное интервью с компанией Содружества, где мы очень подробно обсудили то, как работает эта схема и почему она абсолютно легальна и на самом деле действительно помогает бизнесам. Посмотрите интервью, если не видели, ссылочка есть в описании, там беседуем со Светланой Васиной из компании Содружества, ну а мы с вами вернемся к новостям. Тем временем, друзья, во всем мире остается ключевым трендом декарбонизация и силеная энергетика. Нисходят буквально эти темы с заголовков, с первых полос. И вот в США был опубликован доклад Министерства энергетики под названием Solar Futures Study, исследование будущего солнечной энергии. И вот согласно этому докладу почти половина электричества, которое вырабатывается в США к 2050 году, может производиться за счет солнечной энергии, говорится в докладе. «При радикальном снижении расходов, поддерживающей политики и крупномасштабной электрификации, на солнечную энергию может приходиться до 40% всей производимой электроэнергии к 2035 году и 45% к 2050 году». Ну и авторы исследования, конечно, видят в этом большую перспективу, призывают активнее разворачивать сети по использованию солнечной энергии, обеспечивать ее доступность. Ну и по данным Министерства, расширение использования солнечной энергетики позволит создать дополнительно до полутора миллионов рабочих мест без повышения тарифов на электроэнергию. Ну и в докладе очень хвалят действующую администрацию США и говорят, что она намерена активнее переводить страну на возобновляемые источники энергии. Ну и Министерство напоминает также в докладе, что в 2020 США произвели рекордный объем электроэнергии за счет солнечной энергии. Это эквивалент 3% от общего объема генерируемой электроэнергии. Ну и, кстати, тоже в этом же контексте, ну не совсем в этом, но рядышком, вот появилась сегодня новость от компании Chevron о том, что она планирует утроить инвестиции в низкоуглеродные технологии до 2028 года. Мы видим, что американские нефтяники также пытаются быть в тренде и понимают, что если они не будут адаптироваться, то могут просто выскочить из обоймы. И в ближайшие годы компания Chevron планирует потратить 10 миллиардов долларов против 3 миллиардов, обещанных ранее. Ну и компания будет финансировать технологии в сфере биотоплива и водородного топлива, ну и также фильтрации углекислого газа. Так что мы видим, что, конечно, зеленые технологии со всех сторон буквально вот обступают нас с вами и становятся все более заметными и лакомыми на фондовых рынках, потому что чем дальше, тем, конечно, рентабельнее все эти истории будут становиться. Ну, кто про зеленую энергетику, а Морган Стэнли про криптовалюту. Стало известно, что инвестиционный банк Морган Стэнли создаст новое подразделение, которое будет заниматься аналитическими исследованиями в области цифровых активов и изучать, как они влияют на рынки акций и инструментов фиксированной доходности. В Морган Стэнли отметили, что создание структуры для изучения криптовалюты свидетельствует о принятии криптоактивов. Цитата. «Запуск специальных исследований в области криптовалют – это признание растущего значения цифровых активов на мировом рынке», подчеркивают, в банке. Ну, это действительно интересно. В целом, Морган Стэнли довольно активно развивает крипто-направление. Вот в июне писали, что Морган Стэнли с другими компаниями, коллегами создаст биткоин-фонд для своих клиентов, а в марте Морган Стэнли стал первым крупным американским банком, который разрешил своим клиентам инвестировать в инструменты, основанные на криптовалюте. Ну, интересно, что, конечно, и криптоаналитика тоже будет прокачиваться. Возможно, и там Bloomberg, да, кто-то другой будут давать больше объективной и глубокой информации, потому что сейчас вся аналитика по крипте – это либо какой-то дешевый теханализ, который, понятно, не работает, либо это такие общие вещи, которые, скорее, описывают прошедшие движения, но никаким образом не помогают проанализировать активы. Насколько вообще можно анализировать крипту? Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Немножко новостей о российском рынке, коротко. Сбер не видит признаков пузыря на рынке необеспеченного потреб кредитования, об этом говорит Герман Греф. Ну, и это, в общем-то, мысль интересна после того, как в прошлую пятницу Эльвира Набиулина заявила, что регулятор не исключает принятие дополнительных мер, чтобы как раз-таки охладить рынок необеспеченного потребительского кредитования. Идем дальше, друзья, немножко о хорошем. На социальную и экономическую инфраструктуру в Сочи, которую планируют создать до 2030 года, потратят сколько? Более 500 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городской администрации. Цитата. Удалось совместно с правительством Российской Федерации, Минстроем, Россией, администрацией Краснодарского края запустить программу комплексного социально-экономического развития «Новой Сочи» до 2030 года. Перечень включает в себя 128 объектов на сумму свыше 500 миллиардов рублей бюджетных и внебюджетных средств, говорится в сообщении. Проектирование некоторых объектов уже началось, а в развитии инфраструктуры включено создание социальных и культурных объектов, но и также строительство транспортных развязок. Ну, посмотрим, посмотрим. Можно предположить, что к 2030 году отпуск в Сочи станет еще дороже, и позволить его себе не сможет вообще никто. Тем временем, любопытная статистика, не то что про инвестиции, но каждый инвестор тоже человек. Эмоциональное выгорание за последний год испытали 64% россиян, свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир». И по результатам чаще других об эмоциональном выгорании рассказывают россияне, которые задерживаются на работе, но и также те, кто не считает себя счастливым. Только 20% опрошенных сообщили, что никогда не сталкивались с этой проблемой. Еще 16% затруднились ответить на вопрос. Как россияне борются с выгоранием? 48% называют в качестве лекарства самым действенным общение с друзьями и родственниками. 33% говорят, что заедают проблему сладким. Еще 25% употребляют успокоительные препараты. Ну и 22% черпают энергию от общения с животными. 19% черпают ее в алкоголе. И только лишь 5% опрошенных обращаются к врачам. Ну и друзья, пишите в комментариях, как у вас дела с эмоциональным выгоранием и каким образом вы с ним справляетесь. Ну, если скажете, что интересно, я расскажу про свой кейс и про свой опыт. Ну что ж, друзья, на этом я буду сегодня заканчивать. Я надеюсь, что выпуск новостей вам помог держать руку на пульсе. Если это так, то не забудьте, пожалуйста, ставить лайк, подписываться на канал, нажимать на колокольчик. Ну, а я буду прощаться. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture. Всем пока, до новых встреч. Ну и если вдруг вы пропустили наше видео про алюминий, которое выходило в понедельник, посмотрите, потому что тема по-прежнему остается актуальной. Ссылочка есть в описании.